Здравствуйте! Меня зовут Ануфриева Полина. Я экскурсовод этнографического музея наследия Уфимской школы номер 88. И хочу познакомить вас с залом номер 2, который находится на втором этаже здания нашей школы. При входе в музей мы можем наблюдать различные предметы утверя, которые в те давние времена служили в ежедневном использовании в быту. Прекрасные работы мастериц, выполненные в разных техниках. Гладью, крестиком, вышитые спицами, радуют глаз посетителей и удивляют многообразием тем и красным. При входе в музей мы видим макет деревенской печи. Сударный печь, кормилица семьи. Выполнен макет деревенской печи житель деревни Айуканово, Азам Хайрубли. Неотъемлемая часть – это зеркало, большое, деревянное. И комод с чайной и столовой посудой. В повседневной жизни использовали глиняную и металлическую посуду. Самовар. Керосиновая лампа – это светильник, работающий на основе сгорания керосина, продукта переломки нефти. Принцип действия ее таков. В емкость заливается керосин, опускается витиль. Другой конец витиля, зажат поднимающим механизм горелки, сконструированный таким образом, чтобы воздух подходил снизу. Сверху горелки устанавливается ламповое стекло для обеспечения тяги, а также для защиты пламени от ветра. До керосина в лампах использовалось масло. Керосин для масла вмещался прямо под абажуром, над горелкой. Горючее продавалось сверху. Это делалось потому, что масло, топливо, очень вязкое. Керосин, в отличие от него, поднимался по фитилю сам и с помощью механических приспособлений. Деревянная кровать, застеленная покрывалом и вышитым гладью, виден кружевной край. У кровати постель для ребенка в зыбке. Она готовилась очень тщательно. Подвешивали зыбку, шили матрас. Приносили в дом салону с разных полей. Выбирали самую золотистую. Просушивали на русской печи. Одеялься шили легкие, на тонкой ватной подкладке. Стеганные, но чаще лоскутные. Чтобы ребенок мог с младенчеством любоваться разноцветиями. Сундук был универсальным предметом мебели. В больших сундуках хранили одежду, посуду, редкие книги. Он служил одновременно кроватью, сиденьем, чемоданом для путешествий. Очень важным предметом домашнего обихода славян была скрыня, сундук для одежды. Она переходила в наследство от матери в дочери. Часто ее украшали обреженной резьбой. К ней хранилась самая важная для девушки, преданная, которую она сама должна была выткать и пить. Сорочек, свадебные рушники, платки, постельное белье. Также там хранились украшения, дорогие пуговицы и другие женские сокровища. На улице голову и плечи женщины покрывали шалью или платком зубохромой. Яркие, шелковые, шерстяные шали с устойчивыми на белом фоне. Носили в праздники, хранили и передавали дочерям и дочерям. Хранили одежду в сундуках или комбудах. Дымарь очень важный на пасеке инструмент, без которого пщеловоду мы просто не обойтись. Он использовался для успокоения и усмирения пчел перед работой с ульями. Дело в том, что для пчел любой осмотр улья, тем более перестановки в нем, это стресс. И они воспринимают это как зимую угрозу к своему жилищу. Соответственно, может последовать реакция в виде ужаления в целях устранения врага. Дым же, при правильном использовании дымарем, действует на пчел успокаивающее и позволяет работать с ним практически без риска быть ужалена. Дымарь представляет собой цилиндрической формы жестяной емкой с отверстиями и вставляющейся внутрь металлической решеткой с крышкой, имеющей носик, через который будет выходить струи дыма, а также методы нагревания воздуха внутрь дымаря. Для использования дымаря внутри решетки засыпается горючий металл в виде мягких, не смолистых пород дерева, такие, как милушки ибы, вяза, дуба, осины, получаемые в результате горения этих материалов, нравятся пчелам. Ножницы для стрижки. Овец и кос шертиных пород стригли специальными ножницами. Руна аккуратно срезали, практически возле самой кожи. Длинными продольными ходами стригаль убирает шерсть с поясницы, холки и левого бока. Руна при этом должно само спадать вниз. Оптимальным временем года считается весна. В это время животные безболезненно пересносят освобождение от зимней шубы и меньше страдают от перепадов температуры. В древней форме весов была горизонтальная балка, по краю которой свисали чаши. На одну чашу вкладывали взвешиваемый товар, на другую – разнообразные, предписанные и контролируемые верховной властью эталоны веса. Например, меры для взвешивания небольших предметов долго служили зерна с лапой. Маслобойка. Размер. Высота – 80 см, ширина – 56 см. Деревянная маслобойка, сделанная из ливы. Вертикальная катка. Сверху закрывалась выдвижная крышка. Внутри были расположены две деревянные вращающиеся лопасти на металлическом штыре, которые, выходя из катки, образуют ручку. Устройство миксерного типа. Приспособление для изготовления сливочного масла из слегка скишившегося молока, сливок или сметаны. Вдом вбивания. Механическое воздействие на обрабатываемый продукт. Сохранность поврежденной лопасти в нерабочем состоянии. Гребень вырезали из цельной деревянной пластины, прямоугольной формы, с длинной плоской ручкой, заостренной книзу. Зубья пропиливались глубоко. Их насчитывалось от 30 до 90 штук. Плоские, тонкие, заостренные вверху. На зубьях закреплялась кудель. Очищенное было окно шерсти. Из-за того, что гребень имел узкую длинную рукоять, и частые зубья, его трудно было украсить. В крестьянском хозяйстве гребень использовалась и в первоначальном этапе обработки шерсти для последующего вредения. Стиральная доска – приспособление для ручной стирки, представляющее собой эребристую поверхность, о которой следует интенсивно тереть на моченную в мыльном растворе одежду, с целью обеспечить более эффективное проникновение частиц моющего средства в поверхностный слой ткани и последующее удаление частиц грязи. Кумган – это узкогорный сосуд, кувшин для воды, с носиком, крышкой и ручкой. Долгое время служил характерным предметом интерьера в татарском доме, используемый при проведении праздников, обрядов, в сочетании с донотками на полотенце и медным тазом, представляя собой яркие этнические и эрегиозные символы. Кумган изготавливали из меди, латуней, селебра и других сплавов и часто украшали чеканкой, гравировкой и насечкой. Приди в музей и насладись. В нем столько важных есть вещей. Душой к искусству прикоснись. Зови в музей, родных, друзей. Открой же сердце красоте. Прекрасен каждый экспонат. Примут искусство только те, кто красоту увидеть рад. Символ нашего музея – это старинные часы с остановившейся стрелкой. Создавая музей, мы тоже хотели остановить время и заглянуть в прошлое. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...